итак первое что нам необходимо это про декотировать ткань декотирование это про утюжка ткани я ткань продекотировала если вы выбираете то есть также мягкую ткань как и я например бархат либо велюр то смотрите направление ворса хорошо это как бы необходимо допустим я так рукой делаю и цвет обязательно поменяется теперь необходимо лицевой стороной вовнутрь положить нашу ткань берем иголочки и закалываем нашу ткань в некоторых местах чтобы не было смещения ткани рюкзачок у меня будет средний стандартный не прям такой огромный вы конечно смотрите сами по дизайну взяла обычный белый лист бумаги стандартные это вот идет стандартный белый лист бумаги теперь смотрите положила ткань вовнутрь лицо с лицом наш рюкзачок я беру подкладывают нашей к нашему сгибу к нашему сгибу и теперь отсюда от нашего края я в сторону откладу 8 сантиметров плюс один сантиметр на припуск получается на основной ткани у меня всего лишь будет один шов со стороны спинки можно взять карандаш либо такой фломастер для ткани и обрисовать наш нашу бумагу теперь от нашей на мелкий я делаю 8 сантиметров 8 сантиметров и один сантиметр на шов и провожу линию теперь верхней части рюкзака я добавлю один сантиметр один сантиметр он добавлю и внизу точно также добавлю один сантиметр это все будет основное полотнище нашего рюкзака теперь приступай к раскрою вот этот шов мы стачаем и это будет наша спинка лицом будет выглядеть у нас вот так вот это у нас будет лицо теперь нам необходимо выкроить вот такой вот клапан это вот клапан вот у меня идет размер здесь смотрите 21 сантиметр у меня идет в ширину в длину высоту 18 сантиметров если вы хотите делать клапан прямой то эту линию просто выкраиваем прямой можно сделать таким полукругом как у меня все зависит от вашей фантазии от вашей от вашего дизайна и модели теперь смотрите если у вас рюкзак идет однотонный то мы точно также в сгиб накладываем нашу детальку обводим и выкраиваем у нас должно получиться два вот таких вот клапана получается раз клапан будет и 22 клапана но но у меня идет вот такой вот красивый замок синим и красным цветом и я решила шел скомбинировать свой рюкзак основная ткань клапана будет красная а изнаночная ткань у меня будет синяя тем самым я сейчас в один слой выкрою свой клапан и потом 2 когда я выкраивала клапан получается наверх клапана я оставила один сантиметр на припуск на шов чтобы прикрепить наш клапан к основной ткани а сюда по краям я дала 5 миллиметров получается на обтачивание клапана друг с другом теперь по середине каждого клапана у меня есть надсечка снизу и сверху как на почвать когда мы будем их обтачивать я надсечки соединю друг с другом данный момент у нас есть передняя и задняя часть рюкзака у нас есть клапан и подклапан теперь мне необходимо вырезать дно необходимо вырезать подклад подклад на наш рюкзак если вы хотите вы можете выкраивать из любой ткани какая у вас есть подкладочная ткань например это может быть хб либо трикотаж либо такое такую же основную ткань как велюр вы можете поставить вовнутрь если вы при этом его продублируете то у вас рюкзак будет плотной формы но я считаю что это классно конечно если вы к шьете из кожи то конечно вам необходимо поставить хб подклад то я сейчас свой велюру выкрою еще раз только я сделаю минус один сантиметр как выкроет нам дно для сумки длина нашего дна будет 23 с половиной сантиметра высота у нас идет 12 сантиметров можете сделать вот так вот по диагонали написать 17 с половиной сантиметров это вот диагональ будет это мы вот так вот бумажку складываем друг с другом несколько слоев и вот так вот аккуратненько одну сторону вырезаем мы берем складываем опять ткань вдвое кладем наше лекало закалываем иголочками и выкраиваем вот выкрыла себе два дна получается на подклад и на основу теперь смотрите я их уже продублировала продублировала у меня вот два материала есть белый дублерин и черный дублерин черный он знаете более плотный чем белый поэтому если вы делаете ну если вы хотите более устойчивой формы сумки то конечно выбирать более жесткий материал для дублирования если хотите даже можно использовать воротничковую ткань как бы она идет более жестче если вы шьете из велюра так же как я то вы можете основную подкладочную ткань велюра продублировать твердым твердым дублерином если же у вас подклад идет хэбэ либо трикотаж то конечно мы его не дублируем мы дублируем только основную ткань велюра дублируем полностью полотнище основной ткани нашей сумки и мы дублируем дно клапаны я не дублирую так как они ну сами по себе идут жесткие как бы держат форму но если у вас есть желание то конечно можете продублировать лямки я уже выкроила одна у меня идет красная другом не идет синее и выкроила я их 80 сантиметров в длину ширина у меня идет 4 сантиметра получается 5 миллиметров 5-7 миллиметров я буду стачивать внутри если вы шьете не для себя а на какого-то другого человека и вы не знаете длину его лямок да если вы увеличиваете лямку например на 20 сантиметров то вы должны приобрести стей дополнительную фурнитуру для регулировки ткани ну кому надо он сделает побольше кому надо поменьше ну в общем все это зависит уже конечно от берем основную ткань нашей сумки и складываем срез к срезу и от среза один сантиметр мы прострачиваем а так вот мы прострочили на машинке теперь этот срез мы разутюживаем и когда вы кладете его посерединке этот шов то сразу можно приутюжить вот эти вот боковые ваши срезы вы будете так понимать то что это боковые срезы вашей сумки дололи наши иголки по четырем сторонам теперь берем и от нашего вот этого среднего шва на спинке от него начинаем вот так вот вот сметывать сметываем здесь вот идет легкая посадка мы это все при посаживаем сейчас расскажу немножко о том что я уже сделала первое что я сделала это я уже сначала свой подклад с дном это у меня уже простроченные готова осталось только про утюжить это идет основная часть моего рюкзака я приметала но здесь вот у меня идет приметочная строчка для чего я сделала почему я еще не сначала потому что мне заранее сюда необходимо ставить вот эти вот концы за лямки вот сюда вот в рюкзак где я буду пристрачивать и потом уже вместе с дном надо дать одну строчку я уже подготовила свой клапан обточала сейчас я это все выверну про утюжу здесь на клапане я сделала маленькие надрезы не доходя до строчки это делается для того чтобы было красивое скругление этой линии ну и получается сейчас я вам покажу свою лямку вот так вот будет выглядеть моя лямка с вообще лямка будет в готовом виде вот так вот выглядеть получается я здесь все приметала между замком конечно вы можете так не делать если у вас нету такого замка вы просто дадите здесь строчку и здесь дадите отделочную строчку если у вас нету замка и вы делаете просто лямку то когда вы стачиваете вы подогните этот край с этой стороны и этот получается два шва вот так вместе делаете сюда вот сюда вот так вот внутрь загибаете здесь стачивание идет у вас здесь отделочная строчка когда вы эту строчку сейчас делаете до шьете перед этим я вам советую конечно сметать как я это сделала вручную если вы сразу сядете и будете ну вот так вот подгибать и шить лямку да свое то то ткань у вас значит немножко начнет скручивать тем самым ну будет некрасивая линия лямки поэтому я вам советую вручную сметать потратить пять минут на это и вот так вот мы сметываем делаем настрачивание у нас здесь будет две отделочные строчки так как у меня идет замок сейчас нам было бы конечно знаете при учужить в этот вот эти вот швы и пришить одну линию к замку там вторую линию но я решила как бы делать все это вместе и и и и и и и и Сделала я отделочные строчки по бокам, здесь просто берете сверху и настрачиваете и здесь я уже получается закрепила свой замок. Сейчас я уберу наметочную строчку и начну пришивать свои лямки к нашей основе. Берем основу нашего рюкзака, где у нас идет средний шов, к нему мы накладываем нашу лямочку, смотрим чтобы замок шел прям по серединке. Получается лицевая сторона, вот как она у нас выглядит, накладываем мы на нее сверху, потом наш клапан, это у нас красная сторона идет лицо, получается кладем его, лицо кладем вовнутрь, это у нас идет под клапан и получается надсечку соединяем с центром и вот здесь мы сейчас прометаем и затем мы конечно стачаем здесь один сантиметр. Если же вы не делаете такую модель как я с замком, то тогда на спинке от этого шва сюда в сторону откладываем 4 сантиметра и вот сюда мы откладываем 4 сантиметра и подкладываем нашу лямочку. Точно так же клапан мы обворачиваем, делаем строчку и получается у нас это все будет вот так вот вот сверху выглядеть. Получается вот так вот оно все выглядит. Здесь я сделала строчку, я проложу строчку здесь на машинке. А теперь в конце нашей лямки, чтобы прикрепить ко дну, здесь я немножко подпорола и засунула свои лямочки. Получается от среднего шва я сюда в сторону отложила один сантиметр и в эту сторону тоже отложила 1 сантиметр. Если вы шьете обычные нормальные лямочки, то тогда здесь на дне от нашего среднего шва в эту сторону мы откладем 5 сантиметров и в эту сторону мы тоже откладем 5 сантиметров. Если вы делаете вот такие вот обычные лямочки без замка. В моем случае вот я по одному сантиметру откладу. Я здесь вот заколола иголочками свои лямки. Вот одна лямка, вот моя вторая лямочка. Сейчас я от центра, сейчас я заметаю это все и от центра пойду вот так вот по ребру строчить свое дно. И у нас здесь идет круглая линия, здесь можно сделать опять же легкие надрезы, чтобы красивый у нас баловал. Ну и вот так вот дальше идем строчить. Вот идет основа нашего рюкзака. Теперь мы вот так вот открываем и нам необходимо сделать подклад. В готовом виде мне нужно будет соединить средний срез на подкладе. Вот так вот будет выглядеть рюкзак внутри. Мне необходимо закрепить свое дно с дном основы рюкзака. Я беру вот так вот высовываю свое дно рюкзака. Вот оно как у меня идет. И это дно подклада соединяю вот так вот с дном рюкзака. Средний шов я закрепляю со средним швом. Теперь возьму иголку и получается не доходя до основной строчки я здесь вот буквально 2-3 миллиметра вот так вот вручную сейчас это все пройду. Делаю это для того, чтобы дно сумки не смещалось. И получается каждый раз это будет зафиксировано. Это будет очень удобно. Получается не доходя до основной строчки я вот так вот вручную это сметываю. И эту строчку я и оставлю так с рюкзаком. Как бы ее никто не увидит, никто о ней не узнает. Вот так вот это все у меня выглядит. Получается средний шов я могу заколоть со своим средним швом, чтобы выровнять немножко рюкзак. Вот так вот выглядит дно сумки. Получается все здесь у меня немножко уплотненное. Вот так вот выглядит мой рюкзак. Теперь мне осталось вот поправить здесь подклад и сделать одну строчку и рюкзак наш готов. Сделала я иголочками свой рюкзак получается, чтобы у меня вот ткань не сдвигалась или ничто. Теперь берем наш центр. Это наш клапан здесь у нас внутри. Вытягиваем его. Берем нашу серединку подклада. Вот так вот подворачиваем. И накладываем наверх. И вот так вот в чистую мы сейчас закроем наш край. Прям иголочку зафиксируем сейчас это. Получается вот у нас идет здесь прямо от клапана. Вот удобно так загибается. Мы берем. Можно это все вручную вот прометать. Можно вот так вот иголочками зафиксировать для удобства. Потом их конечно убрать. Вот. И получается вот так вот делаем по кругу нашей сумки. Так вот идем. Делаем отделочную строчку. Идем, идем, идем. Вот так вот получается я прострочила. Все вышло просто классно. Мне очень нравится. Вот так вот это выглядит у меня все внутри. Получается, когда вы сделаете вот здесь шов, наш рюкзак готов. Теперь смотрите. Если вам нравится ваш рюкзак в таком виде, то я предлагаю вам здесь сделать какую-то клепочку, чтобы вот так вот закрывалась. В моем же случае я хочу сделать здесь афистоны. И здесь у меня будет протягиваться шнурок. И здесь сделаю в качестве декора какую-нибудь декоративную штучку. В общем, мой рюкзак готов. Я очень им довольна. Я очень-очень рада своей обновке. Мне очень нравится здесь вот как у меня идет мой замок. То, что я могу использовать его как одну лямку. Могу вот так вот вот расстегивать. И будет две лямочки. Как бы мне эта идея очень нравится. Классно. После всемирного карантина я все-таки планирую съездить на базар. И вот мне необходимо получается на двух рюкзаках сделать вот такие вот фистоны. На такие вот рюкзачки у меня ушло всего лишь три часа пошива. Поэтому предлагаю вам потратить всего лишь три часа вашего дня и вот получить вот такую вот классную обновку. Надеюсь то, что мой мастер-класс был вам полезен. Что он вам понравился. Если это так, то поддержите меня лайком. Пишите мне ваши комментарии, ваши отзывы. Мне будет очень приятно почитать. Всем вам хорошего дня. Всем вам хорошего настроения. И всем пока-пока.